Если у щенка в возрасте от 4 до 8 месяцев проявляются признаки хромоты на переднюю конечность или обе, и неправильная походка, грудочка развита слабо, а основной вес переносится на задние ножки, причиной может быть дисплазия локтевого сустава. Особенно уязвимы собаки среднего и крупного размера. Дисплазия локтевого сустава чаще диагностируется у следующих пород Лабрадор-ретривер, Золотистый ретривер, Немецкая овчарка, Бернский зененхунд, Ротвейлер, Ньюфаундленд, Басутхаунд и английский спрингер-спаниель. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Витомник лабрадора From Labraland, город Одесса. Итак, поехали! В ветеринарном руководстве дисплазия локтевого сустава описывается как аномальное развитие локтевого сустава у молодых, крупных, быстрорастущих собак. Это связано с аномальным ростом костей, развитием хрящей и нагрузками на суставы. Локтевой сустав собаки состоит из трех костей – лучевой, локтевой и плечевой. Если эти три кости не могут идеально совпадать из-за аномалии роста, результатом является неравномерное распределение веса на участках сустава, что вызывает боль, хромоту и развитие артрита. Дисплазия локтевого сустава развивается из любого или комбинации следующих патологических состояний. Первое. Патология медиального венечного отростка локтевой кости – около 50% дисплазии локтя. Один из двух небольших костных выступов на конце локтевой кости образует трещину и отделяется от остальной кости. Второе. Расслаивающий остеохондрит медиального мышелка плечевой кости в локтевом суставе – до 25% случаев дисплазии. Когда молодые собаки растут, хрящи превращаются в кости, и единственный хрящ остается на концах кости для формирования суставов. Когда кость не формируется, на локтевом суставе имеется более толстый слой хряща. Третье. Изолированный крючковидный отросток характерен в основном для немецких овчарок и бассетхаундов. Страдают собаки старше полугода. Зоны роста находятся на концах костей, и когда собака достигает половой зрелости, зоны роста закрываются, объединяя части и кости вместе. Если локтевой выступ кости на локтевой кости не срастается с остальной частью, то это вызывает дисплазию. Очень важна ранняя диагностика дисплазии локтевого сустава, потому что лечить нужно до того, как болезнь вызовет артрит в суставах. Иногда дисплазию локтевого сустава трудно диагностировать на ранней стадии, поскольку у собаки проявляются лишь легкие и периодические признаки хромоты. Клинические признаки дисплазии локтевого сустава у собак обычно включают хромоту, которая может оставаться незаметной в течение длительного периода времени, а это затрудняет диагностику. Ветеринарные атопеды связывают возникновение хромоты с такими факторами, как тяжесть изменений в суставе, скорость увеличения веса и количество физической нагрузки, а также травмы. Дисплазия может быть как генетического происхождения, так и травматического, поэтому щенок с неокрепшими суставами не должен расти на скользких полах, ходить по лестницам, играть со взрослыми активными собаками и чрезмерно физически нагружаться. Любая травма, даже во время невинных игр, может привести к патологии развития сустава, а следовательно к дисплазии. Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из следующих признаков, вам следует записать ее на прием к ветеринару-ортопеду. Иногда собака хромает, особенно после физических упражнений или при первом вставании. Одна или обе передние конечности вращаются внутрь, а локти вращаются наружу. Локтевой сустав кажется туго подвижным или не способен свободно двигаться. Вы слышите хруст при движении локтевого сустава. Ваша собака внезапно отказывается идти на прогулку или бегать за мячом. Существует довольно много вариантов лечения дисплазии у собак, начиная от изменения образа жизни и заканчивая хирургическим вмешательством. Если дисплазия собаки не тяжелая или если собаке не показана операция, ветеринар может порекомендовать и нехирургические методы лечения, а именно снижение веса, чтобы снять нагрузку с локтя, ограничение физических упражнений, особенно на твердых поверхностях, физиотерапия, специальные и комплексные добавки для суставов, хондропротекторы, противовоспалительные препараты, нестероидные типа мавалис, ремодил и т.п. и кортикостероиды типа диксафорта, модификаторы суставной жидкости, гилоуроновая кислота. Лечение дисплазии локтевого сустава у собак зависит от возраста, степени хромоты и степени регенерации сустава. Часто рекомендуется артероскопическая хирургия. У молодых собак ранняя вмешательство дает наилучший результат, и вот почему так важно рано диагностировать это заболевание. Лучший способ для заводчиков предвозвратить наследственные причины дисплазии локтевого сустава – это проверять своих племенных собак на это заболевание, что все ответственные заводчики и делают, а продавцы дешевых щеночков, естественно, не делают. Поэтому, если вы хотите снизить риски заболевания вашей собаки различными генетическими болезнями, вам стоит покупать щенка не абы где, лишь бы где дешевле, а у хорошего заводчика, который делает своим производителем все необходимые тесты по здоровью. Не экономьте при покупке, это потом может выйти гораздо дороже при лечении. Здоровые по локтям родители, к сожалению, не гарантируют того, что заболевание не разовьется у их потомков, но это дает хорошие шансы очень уменьшить эту вероятность. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо.